Я приветствую всех и каждого, с вами Банни. Я продолжаю проходить Райзен, и как вы помните, в прошлой серии мы остановились на том, что мы готовы освободить Урси Гора. Но его вид, его диалоги, его сленг, его цели, его прошлое наводит меня на мысль, что вполне возможно, что нам придется еще с ним посражаться. Но, как говорится, не попробовав, не узнаешь. Ты свободен, Добби! Ты свободен! Будь свободен! Мои цепи исчезают. Я чувствую это. Чувствую! Я свободен! Ты свободен. Как насчет нашего уговора? Теперь ты выполнишь свою часть нашего соглашения? Выполню. Возьми мой череп и помести его вместе с остальными на алтари перед воротами. Какой именно череп? На какой алтарь? Когда я пленил Титана, Залзаран был моим телохранителем. Так же, как и Зул Утур, жрец, что вызывал Зелзерата, я выполнил мою часть нашей сделки. Теперь я свободен. Свободен. Слово, которое ничего не значило для меня тысячи лет. Ты освободил Урсегора. Это отлично. Теперь будь свободен. Ты все еще здесь? Ну да. Я думал, теперь ты свободен. Ну да. Но мне не нужно куда-то уходить. Достаточно знать, что я могу идти куда хочу и когда хочу. А пока я хочу посмотреть, что ты будешь делать дальше. Ты остаешься в этом мире? Это то, что было мне обещано. На вечность. Теперь я могу получить то, что боги обещали мне. Теперь у меня есть свобода, которой я жаждал. Теперь я сам вершу свою судьбу. Если ты остаешься, может, поможешь мне? Пожалуй, посмотрим. Так, а череп это мне свой дал? Давайте проверим инвентарь. Где тут ваши черепушки-то? Стража, шейца, нежити. Не совсем я понял, где твоя черепушка? Ну, я так понимаю, после... А, вот здесь вот она. Точно. Я так понимаю, последовательность, он сказал, я, потом телохранитель, Заран, потом Утул, потом Зеран. То есть такая вот последовательность. А кто из них кто, я уже не помню. Там же не подписано. Ладно, попробуем. Если будут проблемы, тогда уже будем читать диалоги. Пока, в принципе, я запомнил последовательность, которую он называл. Только надо сопоставить с названием черепов. Эти все красиво стоят здесь. Ты запомнил, как ложить, класть? Не суть важна. Так. Череп Усегора. Жрец. Заран, телохранитель. Вот так вот, по-моему. Могли бы подписать, чтобы можно было запомнить. Неправильно, да? Иначе нужно читать. Так. Чтобы открыть золотые врата и войти в лошадь, возьмите череп все горы и саркофагов. Все четыре черепа должны ждать на лотере перед вратами. Ну-ка, может, попробуй открыть просто. Блин, я не помню, кто там его охранял, какие имена черепушкам-то соответствуют. Важно, это не важно. Блин, надо перекладывать. Тогда сделаем так. Возможно, он пленил Титана. Это значит, он стоял, например, здесь. В самом Турси-Гор. Его охранник стоял, например, здесь. Ну, охранник, судя по всему, вот этот паренек. Жрец и зверюга слева и справа. Нет? А если поменять их местами? Плохая идея. А, все, понял. Когда череп на верном месте? Плохая идея. Значит, нужно просто поменять местами. Отлично. Все правильно, все правильно. Метод перебора, он дает свои плоды. Торжественный момент. Я надеюсь, если там сажался, не придется. Наконец-то мы узнаем всю правду. Наконец-то у нас есть возможность нанести ответный удар. Урси-Гор тебе что-то сказал? Что он сообщил? Я знаю заклинание, которое необходимо для того, чтобы сломать последнюю печать. Ее можно увидеть при помощи этого окуляра. А потом все решит сила воли. Что еще он сказал? Проклятие Урси-Гора удерживает здесь Титан. Боги закрепили его в качестве напоминания о его судьбе. А если мы его освободим? Титаны уйдут? Нет. Вряд ли они связаны подобным образом. Но освободив Титана, мы получим оружие. Другие Титаны уничтожают материк. А этот Титан может их остановить. Остров придется принести в жертву. Но тысячи людей будут спасены. Ты готов принести в жертву этот остров? Человечество на грани гибели. Забудь ты о жалкой кучке людей на этом острове. Если мы ничего не сделаем, скоро все будут мертвы. Так, я так понимаю, мне сейчас дадут выбор уничтожить людей острова и спасти мир. Как говорится, как обычно, еще мир спасать. Или встать на сторону Дона, людей, которых мы здесь на этом острове встречали, да? А что если Титан не захочет сражаться, вы не можете поступить с этим островом? А что если Титан не захочет сражаться на нашей стране? Ты говоришь, что когда-то он служил богам. Если служил раньше, послужит и теперь. Но это было тысячу лет назад. И он служил самим богам. Боги мертвы. Их место займут люди. Человек сам станет богом. Титан признает меня своим новым повелителем. Я уничтожу остальных Титанов и спасу этот мир ради человечества. Так, попробуем сначала поговорить. Должен быть какой-то другой способ. Ты все еще не избавился от сомнений? Ты никогда не был готов к великим поступкам. Наступает время принять отважное решение. А ты норовишь сбежать, поджав хвост. Полагаю, я должен остановить вас. Ты глупец. А вы заблуждаетесь. Ты не сможешь даже прикоснуться ко мне. Войны! Убить его! Ну, зашибись. Ну, я так понимаю, особого выбора у меня не было. Потому что в диалогах не было варианта с ним согласиться. Поэтому концовка одна, да? Ладно. Пацаны, мы вообще вместе сложились. Остановим это! Так, спокойно. Вас трое, да? Да. 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 Серьезно, ребята. Минус один. Минус два. Минус два. Я понял. Это рекомендант все-таки. Гори, хорошо мочится. Хорош, хорош. Там еще Урсигор. Урсигор, может поможешь? Урсигор. Хорошо. Получили новый уровень. Ну, как я и говорил, помните, я все время люблю говорить во всех нами подобных играх и других. Уже такое клише компьютерных игр. На кого ты больше всего работаешь, всю игру, да? Выполняешь задания. С тем тебе в конце и приходится сражаться. Уже иногда даже это подбешивает. В чем дело? Ты нашел то, что искал? Инквизитор сосредоточен на Титане. Он хочет его освободить. Инквизитор носитель глаза. Что он намеревается делать? Инквизитор хочет управлять Титаном. Учитывая его мощь. Мало кто способен устоять против такого искушения. Будем надеяться, что он добьется успеха. Что он сможет управлять этим Титаном. И с его помощью уничтожит остальных. Он потерпит поражение. Никто не способен контролировать Титана без помощи богов. Тогда остров будет уничтожен? Нет, если ты остановишь этого человека. Титана так же можно остановить. Все-таки это его тюрьма. Ты управлял Титаном. Не мог бы ты сделать это снова? Тогда было сильно влияние богов. Теперь боги покинули этот мир. Никто не может повелевать Титаном. Как мне остановить Инквизитора? Инквизитор тут ни при чем. Ты должен остановить Титана. Каким образом? Что мне надо делать? Только повелитель Титанов может снова заковать Титана в цепи. Значит, только ты сможешь это сделать. Я мертв. Ты должен взять эту роль на себя. Ты должен стать повелителем Титанов. Как я стану повелителем Титанов? Ты должен найти мои доспехи. Они еще существуют? Да. И они защитят тебя от огня Титана. Одних доспехов будет недостаточно. Мне понадобится оружие. Конечно. Нужны доспехи и оружие. О, теперь все части доспехов искать. Где я достану доспехи? Только железо, выкованное Титанами, может защитить тебя. У меня были такие доспехи. Ты должен найти их. Где мне взять достойное оружие? Боги дали мне для моего задания боевой молот. Он был специально выкован, чтобы противостоять мощи Титанов. Спасибо за рассказ. Но где мне его найти? Все мои вещи были переданы саурианским верховным жрецам. С тех пор я их не видел. Выходит, наша единственная надежда пропала сколько сотен лет назад? По традиции, самые ценные вещи жрецов хоронили вместе с ними. Ты должен разыскать гробницы саурианских верховных жрецов. Когда ты разобьешь печати, у тебя появится шанс найти там то, что ты ищешь. А где мне искать эти гробницы? Они будут внутри саурианских храмов. Там было всего пять верховных жрецов. Найди эти пять гробниц. А что это за печати, о которых ты говоришь? Могущественные магические поля защищают входы. Только самая древняя магия обладает достаточной мощью, чтобы разрушить их. Я создал руну. С ней ты сможешь уничтожить любой барьер, который могли поставить саурианцы. Руну? Я не маг. Ты нет. Но я подозреваю, что маги еще существуют. Да. Есть еще маги. Тогда найди того, кто сможет тебе помочь. Найти мага, который сможет помочь? Точно. Ты найдешь руну в саркофаге, где лежал мой череп. Я бы увидел ее. Там есть секретное отделение. Плавно надави на крышку сбоку. Откроется отделение. Руна лежит внутри. Теперь ты знаешь все, что тебе нужно знать. Возвращайся сюда, когда поймешь, что готов. Но запомни, время не на твоей стороне. Ну зашибись. Начинаем четвертую главу под названием Титан. Это нам сейчас бегать по всем тем местам, где, помните, были синие двери. Ты знаешь, что надо делать. Ух, ладно. Я-то думал, мы уже к концу приближаемся, если честно, потихонечку подготовился к финалу. Ладно, тогда сейчас возвращаемся к Урси Гору за этой руной. Нужно искать мага. Ну, здесь два варианта. Или какой-нибудь Сайрус. Или возвращаться в монастырь, искать того паренька, который научил нас делать свитки. Ладно, будем разбираться потихонечку. А если бы я был магом, я бы мог сам создавать. Но не наш вариант. Ой, чуть не упал. Так. Давайте знакомиться. А ты мне дашь какой-нибудь магический этот шарик, чтобы сюда возвращаться быстро? Там мне придется столько бегать, капец. Ты знаешь. Да пошел ты. Так, а вы будете на меня нападать, Гаврики? Время проливать кровь. Вот и ответ. Ладно. Печально это, когда сражаешься с человеком по одну сторону, плечо к плечу, а потом приходится его мочить. Это грустно. Ладно, давайте смотреть задание. Найти мага. Это в монастырь. Не вопрос. Проклятые лорды. Все с этим еще не могу понять. Вроде все башни зачистил. Почему? Ну, я это задание еще не выполнил. Ладно, камни телепортации у нас есть. Найди все остальные части доспехов. Это будет печально. Это все по могилам, по пещерам. Это нужно бродить, искать. Тут я понял, где это... Где, помните, было большое количество гулей. Та пещера. А вот эти остальные уже сложнее. Ладно, по крайней мере, хоть они отмечены, уже будет легче искать. Сказать друиду о храме. Ладно, давайте, наверное, начнем с того, что отправимся к друиду. Для этого мы используем камень телепортации. Тут явно замешт текст, имеет отношение к магии. Восточное побережье. Недалеко отсюда. Ну, как недалеко. Действительно недалеко. Так, здесь мы были совсем недавно. Бежим к друиду. И получается нам сейчас довольно долго бегать. Ну, хорошо, у нас есть камень телепортации. В монастырь мы отправимся. Как бы на эту серию у нас есть план действий. А вот следующие мне придется вспоминать, где эти были пещеры. Одну я вспомню, а вот остальные придется искать. Потому что они были в каких-нибудь таких мелких пещерках, в заколочках, которые... Ну, ее случайно обретаешь нормально. А вот так ценно-правильно по памяти прийти тяжеловато. Так, сейчас я расскажу все об этом друиду. Может мне что подскажет хорошее. Это не сулит нам всем ничего хорошего. Зачем бы ему это делать? В недрах горы находится храм. Внутри него замурован титан. Теперь там заперся инквизитор. Он хочет освободить титана. Титан? Интересно, как его поймали. И что важнее, не освободится ли он? Расскажи мне, что тебе удалось узнать? Ну, я знаю, что мы имеем дело с огненным титаном. Если он вырвется, весь остров сгорит дотла. И как ты собираешься это остановить? Я не могу ничего поделать, пока не найду доспех Повелителя Титанов. Лишь обладая его доспехами, я могу победить титана. И снова запереть его. Где же этот доспех? Где-то на острове. Спрятан в пяти гробницах ящеров-жрецов. Может быть, у меня найдутся свитки, которые помогут тебе в поисках. Возвращайся ко мне, когда найдешь доспех. Посмотрим, может быть, я смогу тебе помочь с ним. Ладно, два превращения в пепельного зверя. Так, теперь давайте ориентироваться на части доспеха. Я так понимаю, сюда я смогу пройти через эту дорогу. Наверху. Мы же были там в одной из решеток, помните? Только я не помню, где именно там это. Давайте сделаем так. Я сейчас побегу туда, попробую все проверить. Все, я вспомнил, где это. Это знаете где? Это мы поднимаемся наверх. Там, где мы убивали здесь Огров. Заходим в пещеру, где мы впервые встретили этих маленьких броневичков. И мы там пепельного зверя, помните, убили? Двух. Но того, который был ближе к этому входу. Бежим туда. Так, вот это место. Но, знаете, пока я бежал, я подумал вот о чем. О том, что у меня нет самого свитка. У меня есть только руна. Значит, мне для начала... Слушай, вот что такие есть? Мне нужно сначала... Что такое? Спокойно. Спокойно, спокойно. Мне надо сначала сбегать в монастырь и сделать эти свитки, а потом уже приходить к этому месту. Ну ладно, по крайней мере, я знаю, где она. Вроде слабенький, а что-то накостыляли мне. Пока я тут рассуждал за жизнью. Ладно, сейчас подбежим, просто посмотрим. И тогда уже... А, здесь есть телепорт, вообще отлично. Смогу сюда переместиться очень быстро. Но я думаю, у каждого такого места есть телепорт. Поэтому вполне можно было бы логично сначала поискать их, а уже потом... Магический барьер. Перемещаться к ним довольно быстро. Так. Да, применить я не могу. Действительно у меня такого нет. Ладно, тогда мы... С вами отправляемся. Мы с вами отправляемся. Сейчас скажу, куда. Почему я не могу посмотреть? Ладно, идем, потому что я в пещере. Ладно, я знаю, уже два из пяти мест. Остальные придется искать. Тогда мы с вами с помощью каменной телепортации отправляемся к вулканической крепости. Так. Сюда я уже не пойду. Ну, пойду, конечно, попозже. А мы отправляемся искать мага, который нам эти свитки сделает. Первый сразу на очереди. Тут учитель. Чисто писание. Классе. Сейчас посмотрим, кстати, она нападает на нас. Никто здесь не будет. Еще один. Как сюда вообще добрался? Да, монастырь небезопасен, как вы понимаете. Вовсе. Пацаны, я помогу. Мне нужно поговорить с тобой об Инквизиторе. Все это из-за планов Мендосы. Мы уже потеряли контроль над монастырем. Что может быть хуже? А что с монастырем? Нужно разобраться с этими ящероподобными, что вылезли из портала. После того, как отобьем у них монастырь, займемся другими делами. Что мне делать? Нужно разобраться со всеми врагами в монастыре, пока они не наделали бед. И нужно собрать магов. Пусть они все придут в священный зал. А что с теми, кто уже мертв? Забери все их вещи. Ничего нельзя оставлять врагу. Ступай же. Я буду охранять священный огонь, пока ты не вернешься с остальными. Так, ну нам только нужно бегать по крепости. И защищать ее. Засисяй крепость. Знаете, хочется, чтобы всякие монастыри были найдены убиты. Знаете, хочется, чтобы все маги направились в священный зал. Ладно, общаемся со всеми и, соответственно, убиваем все, что движется. Разговариваем с нормальными людьми, собираем вещи с мертвых. Задача ясна и понятна. Иди сюда, тварь. Одного из десяти завалили. Хорошо, что здесь счетчик. Живые есть? Нету. Живые есть? Нету. И тут никого. Что там витает? Летает. Кто-то там, наверное, из жрецов огнем фигарит. Хорошо. Трех из десяти завалили. Пипитром здесь все это... Кстати, море с какой-нибудь потайной ходит? Я сейчас только об этом подумал. Нет, нету. Ладно, эту часть зачистили. Живых нету. Мертвых тоже. Я имею в виду со стороны монастыря. Пошли дальше. Больше эта часть вдалеке. Мечи не подбираю. Я знаю, что вы мне потом об этом скажете. Там, здесь есть то. Если есть живые, есть мертвые. Джервиса. Собираем все его вещи. Ну, вроде как этот счет не идет, да? На нас напали враги! Враги! Объясни мне, что здесь происходит. На нас напали саурианцы. Ящероподобные создания. Они взяли штурмом главные ворота, вломились в монастырь и обыскивают здания. Если мы хотим отбить монастырь, нужно выловить их всех и перебить. Мы так и сделаем. А всем магам пока что надлежит собраться в священном зале. И тебе не хворать. Так, что у нас по лохимии? Силу могу создать? Вина не хватает. У меня же вроде было вина. Что, я его где-то использовал, что ли? Ладно, где-нибудь найдем. Я займусь им. Приди по своим делам. Они все мертвы. Так, здесь есть кто? Сайрус, я нашел тебя. У меня есть руна, которая пробивает магические барьеры. Посмотрим. Никогда не видел такой руны. Отнеси ее мастеру Илюмару. Попроси его сделать из нее несколько свитков. Ты должен идти в чертог храма. Это приказ мастера Игнатия? Да. Мастера собираются, чтобы защитить священный огонь. Отлично. Вино есть? Вина нету. Хреново живешь, как ты без вина поживешь. Так. Есть смысл проверять что-то? Я думаю, нету. Я думаю, они все на поверхности. Так. И Илюмар-то пришел, не пришел. Идем. Ну ладно, защитим, все равно сюда потом идти. Так, тут никого. Тут, Влад, тоже никого. Ну все, тварь, я иду по вашу душу. I'm coming for your soul. О, хорошо, что я сюда заглянул. Эрлан. Что, не будешь вставать? Обиделся? Не хочется сговорить? А что присел тогда здесь? Странный тип. Ему вообще наставать на нас 6 ящериц. Он как бы пацифист. Так. Сюда пойдем, давайте еще раз спустимся. Что происходит? Откуда пришли эти люди-ящеры? Они захватили большую часть монастыря. Тебе надо спешить на помощь в священный зал. Да, да, но они заперлись в моей лаборатории. Они уничтожат все, над чем я работал. Чем бы они ни были, я не могу позволить им трогать там все. Мастер Абракс, я добыл рунный камень. Правда? Да и посмотрите. Я могу расшифровать его структуру. Но если тебе нужны свитки, обратись лучше к мастеру Илюмару. И вот, чтобы создать свиток, тебе еще потребуются эти травы. Пять корень маны, но у меня есть в принципе. Сейчас тебе нужно идти в священный зал. Да, да, но тебе нужно идти в библиотеку и пробраться в мою лабораторию. Нам стоит позаботиться о более важных вещах. Это место, где царит знание. Зачем мы нужны, если знание будет утеряно? Ступай туда, спаси мои рисунки и припасы. Ты говорил, что дверь заперта. Так и есть. Тебе придется воспользоваться другим путем, чтобы пробраться туда. И каким же? Есть тайный проход из маленькой библиотеки. А теперь ступай, ступай, спаси наши знания. Ладно, я понял, библиотека здесь? Нет. Там была закрыта дверь где-то там вдалеке. Но я не помню точно, он ее имеет в виду или нет. Чем ты здесь занимаешься, Каспар? Я... ну ты понимаешь, я храню кое-какие вещи. Ты скрываешься? Я думал, ты слеплен из крепкого теста. Я слеплен из теста, которое хочет остаться в живых. Я использую возможность, чтобы, ну, припрятать кое-какие припасы. Тут валяется полно всяких вещей. Будет ужасно, если все это попадет в чешуйчатые лапы. Если тебе что-нибудь нужно, ты только скажи. Покажи мне, что у тебя есть. Вино есть? Нет вина, да? Неудачник. Так, а что у меня по отмычкам? Хотя я понимаю, что они мне пригодятся, конечно. Тем более, что у меня их дохранище. Давай же, сделай что-нибудь полезное. Сейчас каждый человек на счету. Ладно, ладно. Я пойду и присоединюсь к Уильяму во дворе. Но я не боец. Нам нужен каждый. Будь осторожен. Я не хочу, чтобы тебя съели ящеры. Ладно, ты иди. А я пойду осмотрю еще Келли. Вдруг такой же какой-нибудь секунд засел. Нет, вроде никого больше нету, да? Ух, там сверлят. Без правильного ключа. Просто все, все, что только можно. Так, шкаф. Тайная библиотека? Нет, а где тайный проход? Ой-ой-ой, прямо такое ощущение, что прямо у меня в голову он сверлят. А где тайный проход через маленькую... А, это вообще не библиотека. А я еще проход через маленькую библиотеку. Так, давайте-ка я сделаю перерывчик, потому что мне кажется, просто невозможно. Так, он громко сверляет. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok